Поскольку это первый визит на Брестскую землю немецкого дипломата, Константин Сумар, как гостеприимный хозяин, провел небольшую, но достаточно глубокую экскурсию по Брещене. Но, конечно, главный акцент был поставлен на взаимоотношения области с Федеративной Республикой Германии, поскольку именно эта европейская страна является основным партнером после России. Цифры говорят сами за себя по итогам 7 месяцев. 2013 года товарооборот составил более 117 миллионов долларов США. Не отстают и темпы роста. По сравнению с уровнем прошлого года они выросли на 120%. Но, по мнению Константина Сумара, еще не все возможности использованы, не задействован весь потенциал и на данном этапе необходимо сделать ставку на экспорт услуг. Я должен отметить, что не только экспорт товаров в нас должен развиваться, но серьезное направление по расширению именно экспорта услуг между вашей страной и нашей областью. Нам надо больше уделить внимание именно экспорту услуг, транспортных и туристических услуг. Причем я должен сказать, что туристические услуги могли бы стать хорошей такой площадкой для знакомства граждан Германии с Брещиной. Я не эксперт в области туризма, но то, что мои соотечественники довольно часто совершают поездки по разным странам, я знаю точно. И после 30 лет, которые они проводили на пляжах Майорки, наверняка они захотят увидеть нечто другое, что-то новое, невиданное ими раньше. И в этом смысле вполне возможно развитие туристических взаимоотношений, особенно если это будет касаться сельского туризма. Согласились обе стороны с тем, что на современном этапе нужно развивать транспортные услуги. Глава региона привел статистические данные. Январь-июль текущего года экспорт данного вида услуг от общего количества экспорта составил порядка 10%. Развитие транспортно-логистических центров в Беларуси увеличивает эти возможности. Еще один акцент – экспорт продуктов питания. Такие брестские бренды, как «Савушкин продукт», «Березовские сыры», «Санта-Бремор» и многие другие имеют, что касаемо молочных товаров, европейские сертификаты. На что дипломат ответил – дипломатично. Эти вопросы не его компетенции, но все возможно. Тем более, что бизнес-партнерство налаживается. Обсуждать и предлагать новые проекты совместного сотрудничества нужно. Открывает тому, кто стучится в двери. Уже в скором времени, 8 октября в Минске, пройдет День немецкой экономики в Беларуси. Порядка 150 немецких бизнесменов прибудут в столицу. Там можно будет продолжить разговор.